так друзья это фотография вы видите карточка вы видите последнее дерево которая сохранила хотя бы немножко хотя бы немного свои сортовое качество то есть длинный корпус плода носик видите еще есть это последнее оно и сейчас еще живо как оно было первым так оно и сейчас живо извечено страшно я с него взял штук 300 за все годы черенков ну и кости еще больше и тут получается следующее это просто не жизнь и кошмар вокруг меня столько грамотных людей мне пора писать заявление об отставке уходить почему посмотрите черенок срезал еще раз говорю я за все годы не меньше 300 черенков срезал ну и что я вижу такие же точно получается у людей вот стыдно еще раз 50 раз показывать те же фотографии тех же удачливых садоводов точно те же планы а с косточки а что было сегодня а сегодня учитель разговор серьезный только что я не могу сказать дело так так и так как в университете человек заказал я попросил чтобы он попросил на вебинаре по той причине что он про них и не слышал а попросил у меня примерно 20 а может 30 семечек уссурийский груш я его навязывал 100 200 вот почему а он-то оказывается чего боится а у вас рядом с уссурийской грушей есть культурная что в этих косточках вот я не знаю а у меня потом что уже несколько этих деревьев других все начиналось с одного членка а там уже они круглые помните я назвал крупноплодный железного потому что они вообще не похожи ни на что а теперь смотрите здравствуйте Валерий Костянович вы поняли почему вы его фотографии поняли хочу вас доказать семена абрикосов желательно из изолированного сада по 20 штук каждого может у вас есть обновленный каталог с учетом косточек 23 года вышлите пожалуйста тогда я ему каталог вышел и написал что есть именно 23 год далее из каталога 23 года это я копировал несколько строчек есть косточки тех же академиков фаин королевский храник подник филиппева из изолированного от медики культуры садов сада пианистов и села вчерашки фотографии тоже все видели вот теперь что хотел человек который это заказал он тоже из тех что из-за него мне тоже надо писать заявление об остатке почему попробуйте таких а это хорошо что у меня выбор есть а если бы у меня не было бы друга пианиста а сколько я вам показывал эти красивейшие крупные отборные вкуснейшие плоды по принципу тот же самый принцип вегетативные гибриды а они не повторяются это закон для именно привитых деревьев придумал железу потому что одни да другие нет а когда сказал да в следующем поколении будет опять другое и вот это другое и вот это вот повезло человеку а если бы я не было бы у меня этого так где же шансы что культурные будут больше но и опять железо длуднее всех шансов что они будут более культурные из семян из косточек больше и по количеству больше таких будет и по качеству плодов больше вырастетесь какая будет меньше вот это из-за этого своей дудности я может быть сейчас потеряю еще пару клиентов но вот у меня было я два человека привел один из них один из них с самого юга в Белгородской области по моему вот то есть там можно не бояться что будет мини-бородостой а второе по моему в Сурьяновской области вот в общем вы поняли да кто хотел тот меня понял я не имею права говорить вот видите все берите все будет нет ребята я вам сказал все за и все против так дальше следующее письмо мне надо на секунду отойти потому что за эту неделю я здоровее не стал сейчас ну ничего все равно не дождетесь так в прошлом году все сельцы поделила условно на два сорта хорошие выше 80 сантиметров ха-ха то есть до метра и удовлетворительные 68 сантиметров извините наша дама кажется заелась ниже не было получила из косточек ассорти амур привитый сельмодрюша по 50 проценту хороших и удовлетворительных рыжих были 5 штук все хорошие и больше удовлетворительных чем хороших то есть 68 сантиметров дальше католический королевский серафим у серафима листья не приобрели осеннюю окраску оставалось долго оставались долго зелеными это стартовой признак или у меня так получилось тогда отвечу я сразу серафим осенний сорт так же как поздний филиппио вот он почти такой же поздний как филиппио так что именно он у вас выделился значит я вас не обманул сеянцы из ваших костей где будет у меня первую зиму посмотрю как перенесут среднегодовая температура у меня кстати это кажется иркутск а лавина иркутск поехали дальше смотрим среднегодовая у меня минус 1 и одна десятая цельсия у вас выше хотя средняя температура января и июля одинаково вот я всегда говорю гольфстрим это такая города которая пересекает по горизонтали с запада на восток всю Европу потом переваливает через Урал потом западная сибирская низвенность потом доходит до Красноярского края и движется в сторону сибирская широта примерно одинаковая а вот все равно чуть-чуть холодит ну чуть-чуть лучше но это другое дело сильно ли это влияет на результаты вот это уже как говорил этот самый господин профессор это второй вопрос исходя из этого опыта хочу дополнительно посеять рыжих и огур и заказать двое сорта опросила всех соседей внимание все попробовали выращивать абрикосы ни у кого не получилось это как понимать это что за это это я уже 20 лет командую все абрикосами меня считает наука считает там других это главными а любители считают что если уже что получилось то у всех должно получиться как получилось значит они про меня ни слуха ни духа про мои косточки ни слуха ни духа про саженцы про чинги ни слуха ни духа вот это нормально они дальше не обращают внимание самые продвинутые заказывают за пять тысяч километров из Европы саженцы и садят в Сибирь я также покупала а тут написано бросили это затея я также покупала два санта абрикосов привитых у внука Татьяны Еремеевой справка моя Татьяна Еремеева это если брать что в центре Сибири достаточно абрикосоводов набрали там главное Еремеева это это Иркутская область Байкал брат это ее это я так сказал а написано так она она известная садоват в Иркутской области мы с ней долго переписывали дружили потом как-то не дружба кончилась а переписка кончилась эти саженцы меня перезабывали высаживали по вашей инструкции медопринцев удобрений на холл светло защищенном месте но еще и защищенном не заглубляя кончилась ну все что еще надо соседи так делали в общем подпись Малина фамилию я на всякий случай сократил а теперь пока начало я два раза сделал это объявление первое вот сразу праздничные скидки я опоздал сделать это праздничные скидки на весь январь садоводам сделавшим ранее хоть один заказ на следующий заказ предусмотрена 20% скидка на любой товар из моих каталогов ну надо написать слова в кавычках повторный заказ и праздничная скидка чтоб я знал что это вы мои те кто меня видит те кто меня слышит те кто читает то есть это наш круг для вас скидка еще не сделавших ни одной юного заказа праздничная скидка 10% ну за то и праздники если будут слова в кавычках январьская праздничная скидка так идем дальше идем дальше идем дальше идем дальше идем дальше дальше я ну застер вот я скажу так у меня нет возможности делать большие заказы у вас очень дорогая пересылка в Казахстан поэтому каждый год по чуть-чуть стараюсь все равно заказать что-то у вас поэтому хочется чтоб как можно дольше вы еще пожили эгоистка вы уважаемая эгоистка вот эгоистка помните анекдот качается словами вы отдадите жизнь за партию я сейчас дам почему зачем мне такая жизнь ладно это я хотел наоборот поднять устояние этим анекдотом очень уж хочу заиметь ваши сорта фруктов у меня уже третий год растет ваша бай жардель билетопольская бай прошлом году зацвел правда был пустоцвет надеюсь в этом году что-то будет из косточек ваша рыжая растет королевский несколько сальцев на плотных абрикосов они зимой первую зиму в этом году зимы были сурово без снега все как у меня очень боюсь что вывернут хотя их не укрывало а я не боюсь у меня не вывернут на голую землю почился мороз на минус 10 и неделю держался и у меня у меня есть сорт черный абрикос есть сорт черный 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 так вот на самом деле черный абрикос это гибрид абрикоса с черным черным вы мне еще объяснили что получилось какое-то чудо после прививки ну какое чудо в самом необыкновенном вкусе получилось ну невозможно закрою поешь вкус а что это я до сих пор сам еще не понял что простили может сохранятся точки у вас от этого гибриза я бы осенью заказала я почему это заранее не принимаю заказы еще мог бы рассказать у меня полно этих 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 у меня два дерева и эти люди смотрят да не может быть попробуй это и по рукам не бить вот это значит что быстро кусочки уезжают вместе с мякотью чьих-то желудков там кармана ваш черный ног вот последние фразы я это почему процитировал в арте до королевского абрикоса хочу попробовать привить на сливу потому что у меня стройник и сарус абрикоса вы точно чем в арте королевского а в казахстане три недели идут обычно посылки ну и кто жалуется все-таки заходит есть люди которые отправляют вначале просят отправить ну при границе поднимали поднимали получилось там мне задали вопрос получится получится или не получится как я отвечу значит еще раз мой опыт прививок на теорете на сливу на сливу ограничен поднимали также сделал 10 прививок потом начали умирать на подношение на 3 несколько наносили и и почему я так говорю дело что в конце концов в пятьдесятом в одиннадцатом году умер последний я времени терял знаете почему королевский абрикос так видите королевский надо его выписать поточку и все боишься черепила поточку а теперь получается у него выбора нет только на сливу ладно вот прививка на сливу значит это наша еще ребенком была вот этой фотографии лет 15-20 так нет 15 да судя по ее лицу сейчас ладно я не буду говорить сколько лет обидится так вот давайте посмотрим фотографии и вот он королевский абрикос ну во-первых все таки 10 лет или 11 дальше полношение 5 6 7 8 9 я не помню долго пока у меня в это время доходил до кондиции манджурский абрикос на который я перешел в том числе королевский там все сначала там не хотели прививаться на королевский помните целую теорию развел вот тот который наука никогда не признает потому что я чурак так вот кстати это плохо для страны плохо что такой простой способ они не применяют так так вот посмотрели вот круглый план ну что-то от королевского есть цвет уже другой смотрите вот такого цвета в ряде по двое есть а вот наверное есть дальше посмотрите опять же я не на девочку посмотрите на то что вот видите уже это не переспелые абрикосы это убирающая ветка ну внимательно поглядитесь убирающая ветка да кстати давайте целиком рассмотрим вы видите как сограны эти какое-то самое листики а почему и не умирать они же все сгрызены а вы знаете что в то время я еще только это не то чтобы я боролся с я не от того не обидел муравья но я не культивировал муравейники что такое культивировать муравейники смотришь горочка вот такая вот 4-6 кого убил и чтобы не зацепить косой и все и вот тогда у меня есть диск номер 2 из тех 20 а там есть это причем такая знаете немножко издевательская я хожу я показал 10 подряд муравейников съемочная группа телевидение телевидение было республиканское которое на полху на всю хакасию и на полках шашку края действует немалая аудитория вот потом они мне прислали рабочий материал и я сделал отдельный диск продажный диск а перед этим как было съемочная группа я вот я отвлекся я этот час только дырки увидел поэтому отвлекся ну по делу так надо убрать эти глазки вот эти вот вот так ага мешает так вот значит не все не все видели почти никто а уже давно забыт и диск никто не покупает и вот в этом диске я показываю 10 муравейников смотрите с одного места видно 10 штук равна 3 4 5 6 7 8 9 10 видите а теперь найдите мне а я же не готовил это откуда это там 30-40 абрикосов растет да и попробую это а я взял да как сказал я думаю не найдете было кто видел и вот они ходят и ищут а я хожу такой довольный а найти не могут и вдруг я слышу а попало на это на камеру записалось это фраза вот она дырочка обловился железу вспоминайте это же не не этот не игровой фильм это документальный фильм они проверив несколько деревьев увидев своими глазами каждый по нескольку сотен листиков хотя бы по нескольку сотен они нашли одну единственную дырочку и вот эта фраза обловился все таки крепость дала трещину одна единственная дырочка скажите что я сейчас ерунду говорю нет вы теперь будете муравейники уничтожать как как вам положено причем самые раскрученные люди в стране учат уничтожать муравейники они даже не плохие люди они не хорошие люди они не садоводы вот так бывает вот это можно ли сказать человеку который раскручен который трижды выступал против муравейников он сил уничтожал поливал уксусом вот ой это 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 самое как муравейник и вот а вот муравейник сейчас муравейник ступит на ногу его этот самый своей ножкой на яд занесет его муравейник и муравейник погибнет представляете вместе с маткой вместе с детьми вот это вот это даже может быть я уже помните меня говорили нельзя столько много нельзя такой злости а если без злости они не садоводы они случайные люди это я для меня это для них это должно звучать еще круче оскорбление оскорбление можно ответить так сам дурак и вот получается смотрите вот это я оплёкся целых пять минут говорил то что не планировал посмотрите убирающая ветка это примерно десятый год еще год и дерево погибло вот а дело вот у меня есть папочка и там Дашка вот она и тут Дашка вот она я еще попутно хочу сказать у меня каждая фотография несет смысл вот поверьте все эти сарыцы были посажены холмы солидные холмы потом они расплылись как-то бывает вот но это ладно вот видите что нетронутый дёрт тоже видите и обратите внимание что скажите я вам показывал и цитировал инструкцию где восемь обработок ядохимикатами а сам это помните что было вызывало бы ужас и не при этом артистам вот можно я их специалистов артиста их буду звать восемь обработок вы что думаете за год за день тогда я придумал вот это я сам этого не делал сад мой селекцион и значит помогать нельзя а кто вам мешает вот такой струей воды да да холодная ледяная из под земли вот но самую дикую жару я проверял в сказке ребята а знаете как таки умные все это просто удивительно а вот сейчас когда панешь а поливать так оказывается нельзя надо поливать у самого этого то есть поливать корни ни в коем случае ни одной капли на крону я слышал один раз простудиться ну да ледяная вода но я слышал такое на мой взгляд совершенно неприемлемое объяснение вот она это это же без старой ядохимиката посмотрите вы представляете какой бы чистенький листик а и где будут все жуки пауки то есть где будет тляк где будет это как это называется гусеницы где где угодно только не на дереве и вот тогда объяснение было такое берем представляем что вот каждая капля на листике которая осталась задержалась это оказывается линза солнце в жаркую погоду через эту линзу сожгет лист делает дырку а я тут я сам неплохой был этот я в этих участвовал в городских этих алипиатах по физике и про линзы я знаю и про фокусировку знаю ну при чем тут это я тогда беру поливаю и жду как в жаркую погоду обливаю дерево вижу на нем сотни капель ну на горизонтальных листик хе-хе-хе-хе хоть бы одну дырочку увидеть хе-хе-хе насекомых нет я же их смыл идет день другой третий опять парил дырочки а для какого хрена вы запретили поливать так ровно ведь боялись дырок а ведь это была публикация вы поняли что такое другое с одного я отменил добрые пол сотни вот таких но это еще ладно конечно обидно что дерево должно поливаться сверху повторяем дождь все не задумывать повторяем дождь дождь а 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 Продолжение следует...